Привет! Меня зовут Денис, мне 38 лет, и я придумал поменять себе профессию. Я запускаю этот канал, чтобы оставлять тут этапы этого пути с успехами и неудачами, учиться вместе с вами и, возможно, поддержать тех из вас, кто тоже решился на что-то подобное. Этот канал – это очень хороший канал! Подписывайтесь на него и ставьте лайки! А зачем тебе ставить лайки? Ставить лайки, чтобы выросло популярное. Чтобы выросло популярное! Социальный капитал. Социальный капитал. Срака, блин! Я почти ничего не с мыслю программирования, кроме каких-то базовых штук, которые остались у меня в голове от технического образования, которое я получил уже почти 16 лет назад. У вас есть такой метод. Да-да-да-да, как он там называется, этот метод? Где подсказка? На букву «Джейн» начинается. «Джоэн»! Точно! Спасибо! Поэтому для себя считаю, что начинаю с нуля. Мой уровень – это задачки на Code Wars, там не выше «изи». Все, что сложнее типа седьмого «Кью», он заставляет меня застревать на часы и тихо рыдать, пока никто не видит. А те ребята, которые работают там в Гугле, в Амазоне и других там крутых компаниях, кажутся просто гениями. У них и есть такие. Я обычный мужик, средних лет, с пузом, повышенным холестерином, сидячим образом жизни и так себе сном. Но у меня есть классная семья, нелепый пес и маленькое дело – две кофейни и производство свежеобжаренного кофе, который управляется командой, давшей мне возможность испытать себя. Эта идея появилась у меня, когда я начал понимать, что мне комфортно с моей рутиной, делом и все вызовы в жизни уже в прошлом. А я выезжаю на опытах и знаниях, которые получил когда-то. Мозги вместе с боками заплывают жирком. Блять! И каждая следующая неделя очень напоминает предыдущую. В общем, это неинтересно, я хочу, чтобы было весело и трудно, как раньше. Айти я выбрал, потому что эта сфера всегда была мне близка, хоть я и не связывал прошлые годы с ней и профессиональную идентичность. Сейчас она быстро развивается, а это значит, что нужно будет постоянно учиться и адаптироваться. Возможно, и мой предпринимательский опыт вместе с техническими знаниями откроет мне интересные перспективы. Однажды прочитал в какой-то книге, что каждый из нас уникален, потому что уникален тот жизненный путь, который мы прошли. И именно это сочетание новой профессии и пройденного пути помогает многим добиться успеха. Возможно, это поможет и мне. В общем, я смотрю на эти потрясающие проекты в Вебе, вроде Tesla, Awards, Arts and Culture от Гугла, и офигеваю, как они сделали эту красоту. Ведь это же делали обычные люди, такие же, как я. И я тоже так хочу. Что я себе напланировал? Прежде всего, я хочу разобраться в себе и понять, что мне ближе, фронт-энд или бэк-энд. Для этого я записался на интенсивный курс FullStack JavaScript Developer в Эльбрус Буткэмп. Я не знаю, что ожидать от этой школы. Никаких друзей, которые там учились, у меня нету. Вокруг школ очень много, и на каждую найдется свои отзывы с пятью звездами и с одной. Все равно опыт у каждого уникальный, и мне нужно составить свое мнение о том, как там учат. Лично мне важен интенсивный формат обучения. И очная форма. Чтобы вокруг было сообщество. Преподаватели и ребята, которые будут учиться вместе со мной. И плюс, конечно, актуальный стэк технологий. JavaScript, TypeScript, React, Redux, Noda, Express, Docker и другие. Все, что, как я думаю, будет требоваться рынкам в будущем. Я надеюсь, по крайней мере, на то, что стэк актуальный. Напишите, если на самом деле это не так. Я полную программу прикрепил в описании к ролику. И еще, я вот первый шаг не хочу растягивать на долгие месяцы. 12 недель. Мне кажется, вот отличный срок, чтобы понять что-то про себя и про профессию. Еще я подумал, что вот если вместе с учебой использовать те доступные ресурсы, вот сколько их уже человечество напридумывало, да, вот книги, видео, методики личной эффективности, и соединить все это с правильной организацией учебы и спортом, по идее, должно получиться и у меня, даже с моим заплывшим от времени мозгом. Этот канал не история успеха. Я даже не знаю, к чему это все приведет. Но если получится, будет интересно посмотреть, какой был пройден путь. Здесь вряд ли появятся какие-то технические видео, потому что я сам нифига не знаю. Но то, о чем я думаю, пока шагаю, непременно здесь окажется. Если у вас похожие планы и жизненные обстоятельства, подписывайтесь, жмите палец вверх и пишите комментарии. Даже интересно, сколько роликов нужно будет снять до первого комментария. Обещаю ответить на каждый. Даю себе на этот проект год. Посмотрим, что получится. С удовольствием почитаю ваши истории, советы и мнения. Давайте вдохновлять друг друга и расти вместе.